Гомельский завод «Литяй Нармаля», где зараз працую больше 4 тысячи человек, вырабляя материалы для вытворчасти комбайнов. Предприемство выходит в состав вытворчих объединений «Гомсельмаш», куда накировывается 70% вырабляемой продукции. Экономичные показчики предприемства взаимозалежные. Один из наибуйнейших вытворцев сельскохозяйственной техники, зараз переживая появные проблемы с реализацией. Тому и на злине ситуация складанная. Однако шляхи ее выправления есть. Кировничество предприемства, связывая надеи с новой линией по формации литых заготовок. Запуск запланован на лето этого года. Это позволит повеличить объемы вытворчасти и экспорту. А главное, снизить залежность от «Гомсельмаша» прикладно удвоя. Злин станет менее зависимый от конъюнктуры цен и вообще от того, как, насколько успешно «Гомсельмаша» реализует свою продукцию. Нельзя говорить о том, что он выйдет в свободное плавание, но эта зависимость, она все-таки намного уменьшится. Это позволит предприятию уже по итогам года выйти на 100% по объему производства к прошлому году. То есть, ну, значительно не только свои качественные, но и объемные показатели улучшить. С встречи с прационным коллективом отрималась корыстная для обо двух боков. Работники завода отримали информацию о перспективах развития областного центра и выказали свои пропановы. У свою чергу старшиня Гарвы Конкама Петр Кириченко доведался о проблемах, якие хвалюют людей. Такие встречи очень нужны, потому что непосредственная близость к работникам города, которые составляют немалую часть работники нашего предприятия, она позволяет ближе людям увидеть руководство города, непосредственно задать вопросы интересующие, живо их. Информация очень донесена, так сказать, доступна, все вопросы уточнены. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, Телерадиокомпания, Гомель.